Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан и сегодня у нас необычное видео. Я сделал перевод видео нашей любимой Fairy Voice Mother. Она решила узнать, сможет ли искусственный интеллект научить ее петь так же, как Димаш. Давайте посмотрим, что у нее из этого получилось. Привет, мои хорошие! Сегодня большой день, потому что сегодня я наконец-таки добралась до этого гребаного сайта. Если вы еще не слышали про этот чат, так, как он называется? Он называется ChatGPT. И это настоящий искусственный интеллект. Вы можете попросить его сделать что-то для вас, научить вас чему-то, написать за вас эссе. В общем, это что-то типа мозга. Это как... Это как Алиса, только на стероидах. И, конечно, как человека, который зарабатывает на жизнь, обучая других, меня беспокоит мысль, останусь ли я без работы. Сможет ли этот сайт научить вас петь? Сможет ли он объяснить вам, почему некоторые певцы цепляют вас за живое? Я должна знать. Так что давайте без всяких предисловий. Итак, мы вошли. Я так взволнована. Вот чтобы спросить у него. Любой может научиться петь. Да, каждый может петь. При правильной тренировке и практике. Я согласна. Ну все, понеслась. Как мне петь... Лучше. Чтобы петь лучше, нужно регулярно тренироваться, обучаться у профессионала, делать разминку перед пением, контролировать дыхание, следить за правильной позой. Йей! Йей! Спасибо, господи. Я еще кому-то нужна. Прям отлегло на душе. Хорошо. Почему я люблю Джеффа Бакли? Так сильно. Джефф Бакли нравится людям по многим причинам, включая его уникальный и мощный голос, его эмоциональные и зажигательные выступления. У него огромная и преданная фам-база, которой дорог его музыкальный талант. Так в чем же хитрость? Ты знаешь ответы на все? А давайте усложним. Научи меня... петь как... Димаш. Добавим, пожалуйста, так как запрос нереальный. Да ну, гульбану. Изучите вокальную технику Димаша и его диапазон. Практикуйте вокальные упражнения. Поработайте над своим дыхательным контролем. Уделите внимание эмоциям самой песни и постарайтесь выразить их в вашем выступлении. Изучите музыку и выступления Димаша и других классических и оперных певцов. Берите уроки вокала. Ладно. Я думаю, первым пунктом мы уже занимаемся. Здесь, на канале. Делайте вокальные упражнения, чтобы улучшить ваш диапазон. И контроль. Так, но он не говорит, что и как мне конкретно делать. Я спрошу у него, как это нужно делать. Какое вокальное упражнение как-то расплывчато улучшит мой диапазон. И контроль. О боже, он собирается объяснить мне. Он знает про сирену? Хорошо, все. Я безработная. Остановись, я друг, я друг. О мой бог. Это же потрясный совет. Это... Ну все, все. Это реально хорошие советы. Сирена, медленно и гладко поднимитесь и спуститесь через весь свой вокальный диапазон. Итак, следует делать не только по катушке. Извините. Шкала. Здесь не говорится, что за шкала. Поэтому я использую пентатоническую шкалу. Как-то так. Вибрато. Возьмите устойчивую ноту и нежно колебайте свой голос. Он не уточнил, какие именно колебания. Хорошо, мы будем делать все настолько буквально, насколько это возможно. А давайте просто спросим. Зададим вот такой вопрос. Как мне колебать? Свой голос. О нет. Все ок. Нежно колебайте свою гортань. И близлежащие мышцы. Чего? Это работает. Держите определенную высоту. Когда делаете вибрато. Экспериментируйте со скоростью и глубиной вибрато. Хорошо. Итак, это просто ужасный совет. Что будет, когда вы выйдете на сцену? И нужно будет спеть вибрато. Нет, так вибрато точно не поют. Не делайте так. Остановитесь! Нурсултана Витязь! Ладно, давайте вернёмся к тому, как петь как Димаш. Стаката. Спойте короткие, резкие ноты с различными гласными. Сфокусируйтесь на высоте и чистой дикции. Дело сделано. Птичка. Прыжки через октаву. Прыгайте вверх-вниз по октавам и сохраняйте ровную высоту. Как я поменяю октавы, не меняя высоту тона? Это же и есть нота. А нота должна поменяться. Может, это значит плавно? Глиссандо. Гладко прокатитесь с одной высоты на другую. При этом сохраняйте высоту между ними. Ох, ёшкин! У нас получилась программа из семи этапов. Мы обязательно протестируем эту теорию. А сейчас я бы хотела задать ещё пару вопросов. Это хорошо. Здесь Лоли спросила, нужны ли преподаватели по вокалу, и сможет ли искусственный интеллект заменить их в будущем. И вкратце я переведу, что ответил в чат GPT, что преподаватели важны и нужны, что искусственный интеллект будет выступать как помощник, который будет снабжать необходимой информацией и ресурсами. Теперь мы точно друзья. Я хочу задать ещё очень важные вопросы. Веришь ли ты в жизнь после любви? Ох, а тут он прямо задумался. Как модель искусственного интеллекта у меня нет персональной веры или эмоций. Жизнь после любви – это субъективная и персональная тема, которая может быть истолкована по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей личности. Есть убеждение, что после отношений можно обрести счастье и самореализацию. Или есть идея о том, что любовь продолжает существовать в той или иной форме даже после смерти. Забавно, что это заняло для него так много времени. По сравнению с запросом «Как петь, как Димаш?». Давайте применим это и посмотрим, что будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я пою с ним вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Просто потрясите своей гортанью и близлежащими мышцами». Это, конечно, была дичь. Но вот все остальные советы очень даже неплохие. Я думаю, это потому, что он ворует советы с других блогов и т.д. и т.п. И это, я вам скажу, не есть хорошо. Но, насколько я знаю, если вы что-то публикуете, то это для всех людей. И также для роботов. Главное, не злоупотреблять этим. Он не дал мне ответов какого-то вселенского масштаба. Я думаю, нам нужно просто чуть подождать. И пока использовать этот ресурс для веселья. Пока он не использует нас. «Пошли со мной, если ты хочешь жить». А пока просто наслаждайтесь нашими бессильными попытками петь как Димаш. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем за поддержку. Обидно, что Лоли с такими данными неизвестная певица. А по радио звучат такие бездарные голоса. Всех люблю. Всех обнял. Пока.